Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами миссис Бакор. В этом видео я покажу, как можно сделать интересный переход через разделение видео или картинки, это не важно, на части. Мы с вами рассмотрим несколько примеров, все они очень простые и на самом деле строятся на одном принципе. Но я не буду затягивать и предлагаю сразу начать. Открываем Adobe After Effects и создаем композицию. Дальше вам понадобится несколько видео, я буду использовать заранее подготовленные. Так как чаще всего я вижу подобные переходы на роликах про видеоигры, я решила также использовать видео геймплея. У меня это корейская игра Soul Walker. В игре в основном используются слэш-удары, а нам это и нужно при создании подобных переходов. Переносим два видеоролика в композицию и первый переход, который мы рассмотрим, вот этот. Здесь клип разделяется на две части, они сдвигаются друг относительно друга и происходит переход. Этот клип я буду использовать после перехода. Его мы помещаем вниз и назовем Final . А на этом клипе как раз и будет переход. Помещаем его сверху и переименуем в Begin . Отлично! Сначала подредактируем сам клип. Мне не нужен он целиком, поэтому я его обрежу. Устанавливаю ползунок на нужный момент и используя сочетание клавиш Ctrl Shift D отрезаю ненужное. Видеоклип разделился на две части. Эту часть я убираю и теперь обрезаем клип с другой стороны. Супер! Не волнуйтесь, если отрезали или удалили что-то нужное. Во-первых, вы не меняете исходник и в любой момент можете вернуть клип в композицию целиком. А во-вторых, если подвести курсор к краю слоя, появится стрелочка. Вы можете ее потянуть и клип восстановится. Идем дальше и передвигаем клип к началу. Определяемся, на каком кадре начнется переход и снова нажимаем сочетание клавиш Ctrl Shift D. Переименуем этот кусочек в Transition, переход. Разделение видео на части мы сделаем через маску. Выделяем нужный клип, выбираем инструмент Rectangle Tool и выделяем примерно половину видео. Как вы видите, маска добавилась и отображает только то, что мы выделили. Дальше выбираем наш слой и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D. Слой продублировался и уже в новом слое выбираем маску. В этом окне выбираем Subtract. Дословно переводится как вычитание. И вы видите, что на этом слое наоборот отображается то, что в маску не входит. Чудесно! А теперь то, ради чего мы здесь собрались собственно. Делаем сам переход. Анимируем параметр Position так, чтобы сначала получился сдвиг. Оставляем его совсем недолго. У убираем наши половинки за экран. Можно настроить график скорости для большей плавности. Посмотрим. Уже совсем неплохо, но добавим немного эффектов. На клипы с переходом добавим эффект Roughen edges. Грубые края. Выбираем слой. Идем в эффект Stylus Roughen edges. Выставляем параметры. Отлично! Я еще добавлю темный край по разрезу. Для этого создаем новый слой. Layer New Solid. Выберем для него темно-серый цвет. Ок. Размещаем его под слоями с переходом. И теперь копируем маску слоя с переходом на Solid Выбираем маску и изменим ее размер, просто передвинув вершины. Супер! И для этого слоя анимируем параметр Opacity. Сделаем слой невидимым до перехода, а после него он будет постепенно исчезать. Вот так. И вот что в итоге у нас получилось. Как по мне, переход не сложный, не затратный, но супер интересный. Теперь немного усложним его и разделим видео на три части. У меня уже подготовлена композиция и клипы, через которые будет происходить переход. Здесь наша героиня делает двойной круговой сплэш-удар. И именно его мы будем использовать для перехода. Также подбираем кадры, где начинается анимация. Совмещаем клипы на этом моменте. А дальше, как и в первом случае, используя инструмент Rectangle Tool, выбираем одну треть видео. Дублируем слой в сочетании клавиш Ctrl D и передвигаем маску к нижнему краю. При необходимости подправляем маски. Затем снова дублируем и выбираем среднюю часть. Настраиваем анимацию так, чтобы части появлялись друг за другом. Я также добавляю эффект Rathen Edges на слои и для добавления темной кромки создаю два Solid слоя для верхнего и нижнего кусочков перехода. Копирую маски. Чтобы не анимировать слои, я просто свяжу их в позицию с позиции нужного кусочка. Выбираю параметр Position на спиральку и тяну к нужному слою. Повторяю на нижнем слое. Проверяем. Супер! Получилось очень плавно, но эффектно. И теперь рассмотрим еще один переход. Что если нам не подходит ровное разделение? Что мы будем делать в таком случае? Возвращаемся к нашей композиции. Здесь как и раньше я уже подготовила видео, чтобы не занимать ваше время. Также разделяем клип на моменте перехода. Я сразу продублирую кусочек два раза, так как у меня будет переход из трех частей. Теперь выбираю инструмент Pen Tool и вручную рисую нужную мне маску. То же самое делаю с остальными частями. А дальше просто анимирую по очереди, чтобы кусочки отделялись друг за другом вслед за движением копья персонажа. А затем полностью уходили за экран. Отлично! Снова добавляем эффект Rough and Edges на слои. И в данном случае делаем три Solid слоя для каждого кусочка. Копирую маски, связываю по позиции, проверяю. И готово! Пользуясь таким способом, вы можете создать переход любой формы или количества частей. Таким образом у нас получилось три перехода разделения видео и я предлагаю насладиться итоговым вариантом. Мне очень понравилось, что получилось. А как вам? Пишите в комментариях. Обязательно поддержи меня лайком под видео, так как это не только приятно, но и дает мне дополнительную мотивацию для роликов. И всем спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь данное видео было полезным для вас. Если да, лепи палец вверх и подписывайся на мой канал. Если остались вопросы, пиши в комментариях, все буду читать, всем отвечу. Ну а я увижусь с вами уже в следующем ролике. Пока-пока!